Нашему гостю мы хотим пожелать вам, чтобы вы здесь отдохнули, весело посмеялись и чтобы у вас было отличное настроение. Итак, Михаил Шванецкий. Мне тоже хочется, чтобы вы хорошо отдохнули и весело посмеялись. Начинаем. Вторая половина 20 века. Туберкулез отступил, сихили стал мельче, но шире. Воспаление легких протекает незаметно. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружащего. Откуда плавно переходит в общение? Общением называются стертые формы грозной дружбы конца 19-го, начала 20-го столетия. Любовь также потеряла угрожающую силу середины 18-го, конца 19-го века. Смертельные случаи крайне редки. Небольшие дозы порткома, домкома и товарищеского суда дают самые благоприятные результаты. То есть любовь в урбанизированном, цивилизованном обществе принимает причудливые формы. От равнодушия до отвращения по вертикали и от секса до полной фрегидности по горизонтали. Крестообразная форма любви характерна для городов с населением более одного миллиона. Мы уже не говорим о том, что правда второй половины 20-го века допускает некоторую ложь и называется подлинной. Мужество же, наоборот, протекает скрыто и проявляется в экстремальных условиях трансляции по телевидению. Понятие честности толкуется значительно шире. От некоторого надувательства и умолчания до полного освещения крупного вопроса, но только с одной стороны. Значительно легче переносится принципиальность. Она теперь допускает отстаивание двух позиций одновременно. Поэтому споры стали более интересными, ввиду перемены, спорящими свои взгляды во время спора. Что делает его трудным для наблюдения, но более коротким и насыщенным. Размашистое чувство, включающее в себя некоторую безжалостность, беспощадность и жестокость, называется добротой. Форму замкнутого круга приняло глубокое доверие в сочетании с полным контролем. Человека, говорящего «да», подвергает тщательному изучению и рентгеноскопии. Не скрывается ли за этим? Нет. Точный ответ дает только анализ мочи, который от него получить трудно. Так же, как резолюция «выполнить» может включать в себя самый широкий смысл. От «не смейте выполнять», до «решайте сами». Под микроскопом хорошо видны взаимовыручка и поддержка. Хотя и в очень ослабленном виде. Приятно отметить, что с ростом городов чувства и понятия потеряли столь отталкивающую в прошлом четкость. «Легко и непринужденно перетекает из одного в другое, как разные цвета спектра образует наш теперешний белый свет». Вот так мы хотя бы будем знать, где кончается одна, но начинается другая. Поаплодируем легко и все. Если нет, я сам скажу, все. Будем читать дальше. Мы читаем письма и радуемся, насколько выросли интересы наших читателей. «Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода». Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. «Липкин – пожилой человек, инвалид, без ноги, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтируют лифт». Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами и яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в ближайших магазинах. «Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова». «Это уже литература». Страстно и убежденно написано письмо о развалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, же с дорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Ну, каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов. А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан раньше интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило. Сколько засеяно гречихи и где именно она растет? То есть мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. Я люблю проснуться, заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну, кто? Есть у нас в доме хиромантка, так она все о любви. А когда проще раскинуть насчет продуктов, неверные сведения дает. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и валидола. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли и тройчатки-петерчатки. И вот эти противники детей. Из аптек. Черт, твоей матери. Только я набрал слабительного, как исчезла туалетная бумага. Ну, без нее можно обойтись. Я как запорного принял, так прекрасно настроение нахожусь. Вторую неделю гуляю. Только салфеткой рот оботрешь, и практически все. Правда, и сами салфетки. Ну, скажи, ну, кто ожидал? Стали культурно так рты обтирать, носы промакивать и втянулись. А я так скажу, все начали рты обтирать, а на всех рассчитано не было. Только на тонкий слой интеллигенции. Или петерчатка. У всех сразу как схватила голова. Видимо, все об одном и том подумали. Но тяжелое это дело. В жизни не догадайся, что завтра пропадет. Потому что если бы догадывались, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились, и сегодня бы пропало. А так никто не ожидает. Все спокойно прохаживаются. И вдруг кто-то первый вскочил, выскочил, и все забегали. А этого уже нет. Ни в Москве, ни в Воронеже. Ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Во всех городах сразу нет, и всюду тишина. Я удивляюсь людям. Ходят, щупают, кастрюли не берут. Утюги стоят, бери. Один есть второй, бери. Второй есть третий, бери. У меня в доме все по два, по четыре, по шесть, по восемь. Дверь нельзя открыть, кастрюль нагло упадает. Мука сыплется, постное масло отовсюду. Отовсюду вылетает. Зато могу месяц просидеть, как ледокол, без выхода. Все знаю. Изучение покупательского спроса. Да как можно изучить спрос, если спрос сам мечется, как угорелый, и изучает сбыт? Потому что сбыта завтрашнего дня не думает. Спрос аж синий стоит на каждом углу. Как делается телевидение? Это говорю я, глава семьи, жена. Я, жена, глава семьи. Мы с мужем прожили долгую и красивую жизнь и продолжаем жить долго и красиво. Наша семья гордость всего района. Хотя очень много трудностей выпадало и выпадает на нашу долю, особенно на долю моего мужа. Он уже не может сидеть, только стоит. Я уже не могу стоять, я только лежу. Хотя вам кажется, что мы стоим рядом, но это комбинированная съемка. Меня снимали лежа, над головой смонтировали облака. Получилось вертикально, хотя если присмотреться, грудь заваливается за спину. Несмотря на то, что муж намного старше, нас сделали одного возраста. Меня снимали замедленно, а его убыстренно. Мы все сейчас постарели. Съемка была четыре года назад. Я уже и вид потеряла, и мнение изменила. Тогда говорила, пьем кофе, едим шоколад. Сейчас говорю, что кофе вреден. Голос мой недавно записывали, а голос мужа десять лет назад. Еще до того, как мы развелись. Публику, которая повалила к нам в гости, снимали на хоккее. Поэтому все в зимнем, а мы в летнем. Хохот записывали в зоопарке. Тот толстый, что очень аплодирует, когда я говорю о воспитании, находится в цирке. Сына нам подмонтировали из другой семьи. Наш меньше похож на отца, чем этот. Там, где я вначале шучу, а потом хохот, голос не мой. А где сначала хохот, а потом я шучу, там мой. Хотя руки на коленях не мои, руки мужские. А колени женские, тоже не мои, их взяли из передачи здоровье. Мой младшенький, вы увидите, играл на дудочке, потом вздрогнул и как-то старше стал. И даже в другом костюме. Это потому, что его доснимали через восемь лет. А в конце передачи и лицо не мое. Актрису такую нашли под душен дэ. Ну и, конечно, квартира не совсем моя. Дверь моя, остальное дорисовано. Бюджет наш, хотя расходы не наши. И магазин не наш. Его специально выезжали снимать, визу оформляли. Редактор. Редактор сказал, что даже в нарисованном, неважный ассортимент и много народу. Ресторан, где мы с мужем празднуем серебряную свадьбу, снимали в Японии. Поэтому лица за столиками раскосые. А нас снимали здесь и на Ужильной Апотцеве методом доложения. А трамваи наши, но в депои, получаются пустые. А чтобы было движение, вручную катят пейзаж. Восторженные лица и крики «Браво», когда мы говорим о своей работе на фабрике, записаны на концерте Рихтера в зале Чайковского. И он играет не специально для нас, а специально для них. И последнее. Отзывы из разных городов на передачу о нас пишем мы сами. Так что не беспокойтесь, ваше мнение нам известно. Сила воли, принципиальность, честность, все у нас есть. Но их еще не проявляем, время еще не пришло. Рано пока. Это ж такие орудия, что из них по воробьям не бьют. Да, согласен я пока и подержу там, не глядя. Что же я из-за этой щепухи потрачусь? Я говорю себе, потерпи. Я обязательно скажу то, что думаю, но не сейчас. Ничего столько лет не говорил, еще потерплю. Мой час прогремит. А силу воли я на перезирии тренирую в горах Кавказа и Алатау в связке с молодыми людьми. Это я только жалкую часть назвал. Тех черт характера. И поддержка, и воручка, все у нас есть. Большая беда нужна. Что мы чикаемся? Ночевать к себе не пустим, в драку не лезем, в поликлинике не поможем. Что это за масштаб? Другое дело с этим в разведку бы пошел. С этим нет. Где проверить, куда идти? Разведка нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла. Вот где люди проверяются. А сейчас время спокойное. Пытки выдержишь? Дай уколю, дай прищемлю что-нибудь дверью. Будешь молчать или скажешь? Не имеет значения, что говорить, что ты вообще знаешь. Ты даже не захочешь, ничего интересного не скажешь. А я тебе говорю, пытки выдержу. Больше того, сейчас скажу, а время придет, не скажу. Беречь надо принципиальность, смелость, гражданское мужество и не расходовать на ЖЭК, на производство, на каждое собрание. Да, посидел, проголосовал и пошел. Недостатков столько, знаешь, один вырвал, прошел дальше, а они сзади аж заколотились. Так что каждый так и умирает, честным и смелым, все сохранив в неприкосновенности. Он не виноват, его время еще не пришло. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под Жигулями, а в степи под Курганом. Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где свои, где чужие? Вот если бы все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать. Поэтому по-настоящему поется в песне, как только ты прикажешь, я не струшу. Товарищ, время будет приказ, не струсим, а без приказа бродим сами по себе. Пока. И что смешно, министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит. И что главное, мясная и молочная промышленность есть, мы ее видим и запах ее чувствует. И что самое главное, продукции выпускаются в пять раз больше, чем в сороковом году. И что очень важно, действительно расширенный ассортимент. И в общем, в очень удобной упаковке. Все это действительно существует, что бы там ни говорили. Просто, чтобы это увидеть, нужно попасть к ним внутрь. Они внутри, видимо, все это производят. И, видимо, там же все это и потребляют. У них объем продукции возрастает. Значит, возрастает потребление ими же. И нам всем, стоящим тут же за забором, остается поздравить их во главе с министром. Пожелать дальнейших успехов им и их семьям. И спросить, не нужны ли им юмористы. У них сегодня внутри музыка, и за забором слышны речи, видны флаги. Там их день. День их промышленности. И мы, конечно, из последних сил можем окружить себя забором и праздновать свой день. Приятного аппетита. Так давайте объединим наши праздники. И вы не будете выглядеть так одиноко. Пробираясь с работы домой и прижимая к груди сумочку с образцами возросшей продукции и расширенного ассортимента. Маленькие такие, парочку, несколько штучек. А у вас в публике ничего так, вообще приятно. Как это ни странно, не всюду это так уже и хорошо получается. Я однажды в один день, 8 марта, выступал на автобазе и потом в президиуме Академии наук. После автобазы я окрыленный вышел, а в президиуме просто обзабор лицом. Я уж понял, что, видимо, я ни черта не соображаю. А может, там и академиков не было? Ну, не важно, главное, дотянул до конца уже, как травмированный спортсмен. Знаете, доволокся и, значит, и вышел. Ну, маленькая такая. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, получил бы премию, уже тогда гулял с друзьями, танцевал и тратил столько времени на женщин, что я сейчас и делаю без этих хлопот. Так я думал, что здесь меня поймут. Звонок. Скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? А, в институте упала трубка, раздался выстрел, застрелился начальник первого отдела. На следующий день все брезенты переместились в тайгу. Звонок. Скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Опять, а, бабах, застрелился опытный сотрудник секретчик, гордость организации. На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракум. Звонок. Простите, пожалуйста, это опять я. Я вам, наверное, надоел. Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Да, чего тебе? Надю, можно? Я когда-нибудь еще должен подумать над тем, почему эта штучка пользуется таким успехом. Теперь другая вот. Я вам хочу рассказать историю про попугая. Одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли и этого самого. Ну, в общем, попугая, да. Он завел в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много из вещей. В том числе и клетка с этим самым попугаем, да. Но вещи нашли, а этот вот в клетке попугай. Ну, он совершенно жутко. Летал? Нет. Кричал? Нет. Он выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого в клетке. Вот этого попугая, да. Магазин тоже принять отказался. Там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, знаете, что милиция сделала? Застрелила, нет? Съела, нет? Ну, выпустила. И теперь сверху над городом. Время от времени с неба несется, в общем, мат, в общем, на всех жителей, на все начальство там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылая всех кедреней матерью. И что самое страшное, ему только 50 лет. А женщина такой, мужчина такой, мужичок такой. Все кричат, францужика, францужика, нет нашей бабы лучше. Наша баба самое большое наше достижение. Перед той и так, и эта, к тете Муте, встал, сел, поклонился, роману, помолвки, нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил, твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком, неизвестно чем толкает. Это ж после того, как просеку в тайге прорубило. А в очередь поставь, поставь в очередь, держит. Англичанка не держит, умынка не держит, наша держит. От пятерых мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет, мужа по походке узнает. А потому, как клюзель вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какой гнусус ему на троих предложил. С утра слышали, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, страна дрожит, то наши бабы на работу пошли. Идут наши святые, плотят плоти ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваших женщин, ничего в целом мире нет. Так и расфатывают, так и расфатывают, и вывозят, и вывозят. В чем, говорит, ее сила, она сама не понимает, какая она. Надо, соображает, не надо, не соображает. Любишь дурочку, держи, любишь умную, зволь. Хочешь крепкую, хочешь слабую, в любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина. Отчумел, дурным глазом глядит. Начальство до смерти боится. Еще решить не может. На работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет тридцати. За руку внук десяти лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю. А это такая помоложе, такая вот. Я говорю, я не могу в очереди ставить. Не могу в очереди ставить. У нас в Батуми можно всю жизнь в очереди ставить. У нас никто не стоит, только приезжие ставят. У нас, кажется, что-нибудь есть, разносят по городу. Дороже получается, зато без очередей. Я в Лунинграде не могу. Я хочу улицу на красный свет переходить. Я должна перебегать там, где я хочу. Я не могу ждать открытия парка или сезона. Я должна делать то, что я хочу. Неужели это непонятно? Я не могу жить среди переходов, перекрестков, звонков, свистков, ограждений. Ну, дерево стоит, оно же такое, как я. Почему же его охранять, а меня нет? Волку дать бегать, лосьу дать бегать, заяцу дать бегать, а меня нет. Я не могу с восьми до пяти. Я не могу по звонку бежать на работу. Я должна бежать, когда я хочу. Мне девятнадцать. Я росла на берегу на камнях. Я бегала с мальчишками. Я не хотела учить музыку, потому что я не могу сидеть неподвижно. Я и так пою. Зачем мне рояль? И бегаю босиком. Я должна бегать там, где я хочу. А должна жить там, где я хочу. Мы птицы охраняем, чтобы они летали где хотят. Как же мы человеку говорим? Живи здесь, ходи туда. Здесь не ходи. Здесь не лежи, здесь не пой. Вы меня извините. Я в Ленинграде не могу. Приезжайте в Батуми. Пойдите по дороге на Мехенджиури. Зайдите в лес и крикните. Диана! И я выйду. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. И не для удовольствия, а просто, чтобы понимать своих трудящихся. Для обострения восприятия и облегчения собственного выражения. Вот вы слышали, ругаются на предприятии, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпивши никогда такого не допустят. Кто же будет налетать на другого, если у обеих? У их обеих хорошо на душе. Вот, чтобы производство красивое вдруг стало, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная, там, вахтерша баба, баба Даша сексуальная. Это, чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть? Послегка. Ну, чтобы солнце побыстрее зашло. И все, не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только крикнет из окна, контакт! Мы и есть контакт. От винта! Мы и есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно послать человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно, а вважешь, он пойдет доброжелательно. Ну, конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что среди нас есть еще не пьющие. Подоблюдайте. Я сам видел одного такого года два назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопыренные, вес скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, что он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый и народ скрытный, не поймет, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может и не сразу выразить, что у него накопилось. Но выразить постепенно. И двое-трое наших, лежащих, тут же все поймут. У нас внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей? До середины долетали и исчезали, к чертой мать. А кто и в шестерях вращался по долгу? И не по долгу служба, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник. Чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали. На радость веселым и доброжелательным людям, с бесящими с утра глазами. Так что с чем сочетается? Что с чем сочетается, граждане и товарищи? Что с чем носить? Желтое с синим, коричнево с зеленым? Я недавно достал коричневое, а зеленого в магазинах нет. Голстук к костюму или к рубахе? Вот споднее теперь, чтобы ярко светилась. Или чтобы матово так проступало. Давай таблицы сочетаемых цветов. Сами ни черта не понимая, никто не подойдет и не сочет у меня на груди. И сразу, чтобы сказали, где достать. Чтобы манекенщица проманекенила, а сзади цена, и где она еще находится. Обои там какие, обстановка, и что такое секс? О нем сейчас все говорят. Это что-то новое, или мы им давно занимаемся? Это что, голые-голые и еще голей? Или когда днем ночуют? Вот я коньяк, например, огурцом люблю, а шампанское хамсой. А товарищ говорит, в той книге сказано только лимончиком, и не дай бог. Ну что ж, тираж давай, пусть каждый знает. А то и несвежим носовым платком у присутствует дамы под отруся. Или на пол швар. Но я ж той книжки не считал. Теперь, чтобы ей второе место уступать, там не сидеть, при ней не лежать. Тут такое житухо подставляет. Кувыркаешься, как заведенный. При ней не то, что сядешь, а рухнешь без задних ног. И она вкалывает, как молотилка. И тем же дышит тебе в лицо, чем ты ей. А сейчас, говорят, в той книге написано всем вставать, когда дама входит. И до того, как не скажет, садится, всем вокруг торчать. Ну, моя бы быстро сказала, но я согласен. Раз пришла пора, давай книжку. Если раньше, хвачу самогону с селедкой, радуешь, и не отобрали, то теперь давай к рыбе белое вино. Ножом рыбу нельзя, рви ее, как собака. Ладно, лишь бы была. И с синим, и с желтым, и коньяк с лимоном. Да, Господи, Боже мой, когда есть, разве кто возражает? Нельзя, говоришь, шхаки с серым, с кирзой сочетать? И кепкой все это сверху прикрыть? Давай завези с синим, и пюр надену, кольцо на тюлевое. А что, давай по моде, хватит граждан мышиного цвета. Разве я искал, чего одеть? Искал, как бы, чего одеть? На два номера больше, газеты толкаешься всю неделю, уходишь, как клоун карандаш. На два номера меньше, тоже на мозоли натягиваешь, и на цыпочках, как балерина, только ищешь, где присесть. Всю жизнь фигуру под костюм подгонял. Фигуру, говорю, под костюм подгонял всю жизнь. Моими мозолями можно отливки обдирать. А если теперь платформы давай понесу, только размер прошу, 42 с половиной, чтобы нога раз в жизни отдохнула. И твист буду танцевать, все. А что же он мне танец придумывает из головы? Ты мне настроение не порт, мои ноги сами придумают. А чем ты дальше отойдешь, тем я веселей буду. И все буду носить как красиво, и рыбу буду белым вином, а мясо красным. И буду ходить на платформах, а жена на лодочках, а сынок в тех брюках, какими у душа лежит, и все красиво украшу, чтобы себе и людям встречным удовольствием доставить. Посмотрите, какая семья идет. А люди будут говорить, что это они такие модные и красивые. А кто его знает что? Значит, живут хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одесская такая маленькая. Вообще-то я сам из Одессы буду. Если кто не знает, так это я говорю, сообщаю сразу, что я из Одессы. А потом, значит, мы там это закончили, этот широко известный институт инженеров морского флота, Одесский. Я и вот Ильченко, который у вас уже выступал. Ну, институт очень широкого профиля. Это видно по тому, каких людей он выпускает. Потом в порту работали. Я лично лет 8 в Одесском порту. И уже только, когда обстановка так в порту стала напоминать, обстановку в театре миниатюр, мы уже безболезненно туда перешли. Вы же знаете, у него есть счетная машинка, и он теперь все подсчитывает. Услышал об урожае, пошевелил губами, достал машинку и что-то подсчитал. То ли разделил урожай на население минус скот. То ли помножил свои дни на количество съедаемого хлеба. И сумму подставил под урожай в качестве знаменателя. У него есть счетная машинка, она открыла ему новые горизонты. Он как бы участвует в управлении страной. Например, киловатт-часы, выдаваемые братской ГЭС, складывает с красноярской, делит на предполагаемое количество потребителей, предварительно умноженное на их суточный расход, и получает конкретные цифры. У него в руках очень важные сведения. Теперь количество воды в Байкале ему известно, и он делит его на выпиваемую в день порцию. Это очень просто, машинка все умеет. Она сама от энергии не зависит, а может считать на батарейках. Он прикинул количество чугуна на каждую нашу душу. Бюджеты, расходы, займы, у нас же никогда не было времени считать. Мы же не могли проверить. Теперь Госплану нужно действовать очень осторожно, потому что он все проверяет. Ну и Гриша, мальчику десять лет, и он такой способный. Алло, да, конкурс. Алло, да, конкурс в наш театр. 25 в 10 часа утра. Ваша фамилия? Штепнер? Кефнер? Ступнер? А как? Какая первая буква? Штульпер? Первая буква. Что у тебя в начале? Ка? Ха? Ша? Хушпер? М? Мишпер? Снейпер? Д? Думпер? Ваша, давай не приходи. Хватит, все. 25 в 10 часов утра не приходи. Отрывок из прозы басню не учи, у тебя дикция. Михлер? Мишпер? Все, не учи ничего, извини нас. Прости. Трос, трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу, оглянули, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне, жалеет страшно. АПЛОДИСМЕНТЫ Что я бы делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью это раз. Спал бы днем это два. Пил бы для веселья с быстро хмелейщими женщинами от недорогих вин типа олиготек. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. А обратно быстро на машине девять. И спать десять, одиннадцать, двенадцать. Стриться у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась. И пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно на не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждениями. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражения и порт-артурат бить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить. Чтоб на секу и почучи. В корне почучи. И наших всех реанимировать это скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это десять. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это сто. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Покорничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли забором, Там все и дырки, как положено. Черт с ними пусть видит, что здесь и как здесь весело. Это сто одиннадцать. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите. Только осторожнее. Не дай бог перемрете от бессиленноства, бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам. Ребята, это всем. Кроме официантов и павров. Они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью. И ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до шести вечера. Воробьям сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник среда личное время. По пятницам с девяти до двенадцати. Все выслушивают друг друга в комнате мирно. И перестаньте ругаться. И говорите друг другу евреи. У нас в стране не все евреи. Начальник АТС. Такой начальник АТС, такой начальник. Что вы думаете, он начальник АТС? Так уж со всех сторон начальник АТС. Слепые приходят, с гирями во войсках размахивают. Один эпилептик довел себя в приемную, взвинтил. На наши его быстро усмирили. У меня для этого линейных два техника, специальные в штате мастера. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам от четырнадцати до восемнадцати. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Вот чем больше телефонов, тем невыносимы становятся те, у кого их нет. Вот их принимать тяжело. Вообще те, у которых нет квартиры, телефона, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. Эй-богу, легче разговаривать с пяти, у которых все есть, чем с одним, у которых ни черта нет. Тут один номерок отколол, с вами будет говорить Нью-Йорк. Я чуть не свихнулся. А это наш командировщик на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я в командировках бываю, как все они, кончил тем, что он автомат, что он инвалид, и ему трудно в автомат ходить. Но он так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Но я достойно ему возразил, пусть они тебе и тянут. Он там затих в Нью-Йорке, я говорю, ну еще раз скажешь вас взять в Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Унялся он куда-то, выпивать пошел. Я сказал ему, я там, конечно, извинился перед отелем, мол, это по культурному обмену, человек сатирик. А с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Вот вы въезжаете в новый дом, уже есть розетка, радио, водопровод, канализация, электричество, не легче же тянуть. Почему же нет телефона? Вам же ей позвонить, как воды, из крана напиться, людям же надо общаться. Почему нет телефона? Думаете, он, начальник АТС, он ответит. Так вот, я начальник АТС. И все, иди, жена. Маленькие такие в три строчки. Пассажиров с билетами на Львов, рейс-3679, просят уйти из аэропорта. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот бьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую вода. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх, плюнуть вниз. А вы пробовали принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него собрались собаки. Войдите в мое положение, сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Для знатоков штучка, конечно. У него на фотографии такой длинный нос, что альбом плохо закрывался. И вообще, чем больше женщинам и меньше, тем меньше больше она нам. Ну, как настроение что-то, как мы сидим? Я-то что-то скис с вами вместе тут что-то, не знаю. Не, нормально, ничего. И что радостно, что амнистия снова нас не коснулась. Может, действительно что-то перейти всем в другое место, что ли? За столики какие-нибудь. А еще мне писать надо больше, чем выступать, конечно. Вот я сейчас маленькую такую прочитаю. Мне сказали, есть такой человек, который все может. И обои достанет, и с ремонтом поможет, и в кооператив вставит, и в хорошую больницу положит. Я бегала-бегала, нет такого человека. Хорошая, все равно хорошая. В том-то и дело, когда я уже на эту встречу пошла, я должна была вызвать образ мужа. Я в охране природы работаю. Лилейводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана Пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в СИЗОН. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, это резолюция, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лося, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться. Вступил за полчаса. Три рубля за книжечку дал, пошел, взял два лося. А как же, все так. Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, то имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором. Первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть. Аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись, квартиры распределять. За очереди следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, то имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего? АПЛОДИСМЕНТЫ Кто крикнул подряд? АПЛОДИСМЕНТЫ Найдешь вас потом. Все. Ладно, не в этом дело. Там действительно ничего нет. Если уж не читай, значит не стоит. Зачем ношу с собой? Потому что здесь на месте выбираю. АПЛОДИСМЕНТЫ По аудитории, между прочим, слежу. Луком не янет, нет?